Рады вас видеть, да, тоже Оля откуда? С Одессы, ну Одессита все больше и больше у нас, любим вас, давайте поприветствуем Олю с детьми с Одессы, мы рады вас видеть, да, у нас сегодня, немножко расскажу, да, у нас собрание будет до часу, потом у нас январские именинники решили проставиться и готовят шикарный обед, шикарный вообще обед, да, поэтому держите себя в руках, просто запахи скоро пойдут, да, вот, так что, а потом у нас с двух часов будет библейская школа, да, Павел сегодня готовит тему. Хорошо, что-то я так, меня накрыло, что я сбилась, все, да, свидетельство у нас, оставим на следующее воскресенье, да, свидетельство, у нас сегодня проповедуют, а, а ты представишь, хорошо, все, да. Да, слава Богу. Слава на Бога? Слава Богу? Слава на Бога? У нас раньше так говорили, слава Богу, что есть Бог, а без Бога не дай Бог. Приди заказывали, слава на Бога чеймо Бог, а без Бог не дай Боже. Да. Слава Богу, что Он у нас есть. Слава на Бога чейгу имаме? Была прекрасна хвала сегодня. Мне такие хорошие мысли приходили. Толково добри мысли сами идвали. Во время поклонения. Вдруг пришла мысль о том, что мы рождены для вечности. И сегодняшний дойдет мысль, что мы родили за вечности. Для вечной жизни во Христе Иисусе. За вечный живот во Иисус Христос. И мы уже искуплены по Писанию. И вече сме искупени по Писанию. Господь искупил нас. Господь не искупил. Для вот такого вечного поклонения. За вечното поклонение. Там на небесах мы будем постоянно славить Бога. Там на небесах постоянно ще хвалим Господь. Амин или не амин. Потому что славить Бога это прекрасно. Защото и да славиш Господь это прекрасно. Когда мы Его славим, мы сами наши души, наши сердца возносятся. Когато Его славим, наши сердца, наши души те се вознасят. Вот я что-то пережил. Нечто преживях. Думаю, что там наши вообще эти временные проблемы. Какво са тези временные проблемы? Они абсолютно ничто по сравнению с вечность. То есть абсолютно ничто в сравнении с вечностой. Вот наша жизнь. Наши живот. Как уже сказали. Как-то сказали вече. Человеческая жизнь написана как пар, являющийся на малое время. Человечкия живот как-то пише и... Что? Как пар. А, как пар. За малку, за кратку. Пар за малку, за кратку. Это вот-вот. Пшшш. И нету. Да, да. Пшшш. И няма. Детки пока выходите на благословение. Детцата да излизат за благословение. Стоит ли вообще на это обращать внимание? Трябва ли да обращаем внимание воркутова? На вот этот пшик. На този пшш. На те проблемы, которые, может быть, у вас есть. На тези проблемы, которые, может быть, вы имате. Вот, Паша, это не проблема. То, что ты плачешь, это вообще не проблема. Павел, того, за което плачешь, не е проблема. Господь уже все забрал. Господь всичко взял вече. Он прямо сейчас отрастворяет свои вечности. Сега го растваря вече. В вечной радости. В вечном мире. В вечен мир. И самое главное, в вечной своей Божьей безграничной... Что? Любви. Аминь. Най-важно то, че го растваря в вечната си Божия любов. Аминь. Потому что Бог есть любов. За что-то Бог и любовь. Давайте мы прострем на наших прекрасных детей наши руки. И благословим их. Слава тебе, Господь. Мы благословляем наших детей на вечное благословение. На вечное спасение. На вечную радость. Да, Эбичка? На вечную любовь. На вечный совершенный мир, Господь. От тебя, Сосана. Почивай, Господь, на них, Господь. Призывай за самую мощную защиту, Господь. Защиту в твоей драгоценной крови Христовой. Потому что, Господь, в тебе мы уже, Господь, имеем... Писание говорит абсолютно все. Вместе с Ним написано, мы имеем и все, Господь. Слава тебе, всемогущий Бог. Благословляем еще и еще раз. Аллилуйя, Отец. Нашим родительским благословением, Господь. Потому что, Господь, Иоанн, Аллилуйя, Отец здесь. Господь, Иоанн, сидят родители. Господь, папа, мама, Господь. И мы все любим наших детей, Господь, Иоанн, Аллилуйя. И как своих родных молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия да скажет... Аминь. Аминь. Слава Богу. И сегодня я хочу представить очередную проповедницу. Ну, чтобы никто нам не сказал, что у вас одни женщины проповедуют вообще в церкви. Нормально ли это? Это вообще по Библии? И знаете, я так вот навскидку сразу вспоминаю. И в однага засеешь там... 28 глава Евангелия от Матфея. Знаете, там хорошо и очень ярко написано. Там много добрее и ярко изразено. Вы знаете, кто по Новому Завету является первой благовестницей? Знаете ли, кой по Новому Завету первая благовестница? Вот написано Мария Магдалена. Пище Мария Магдалена. И еще другая Мария. И вот одна Мария. Это была Мария Калиопова. Твая была Мария Калиопова. Они пришли поклониться ко гробу Господню. Дошли са да се поклонят к гроб на Господа. После субботы. След субботата. А что там? А какво там? А там ангел Господень их ждет. А там и ангел Господень Гичака. И говорит, кого вы пришли здесь найти? И ги пита, за какво сте дошли, какво да намерите? Его здесь нет, он воскрес. Не могу, той воскреснул. И что этот ангел повелевает? И какво казва този ангел? Идите и расскажите ученикам его. Усидейте и кажите на неговете ученице. Что Христос воскрес. Че Христос и воскреснул. Аминь или не аминь? Аминь или не аминь. И потом ученицы Господа пошли. И след этого ученицы на Господа соутишли. Две Марии. Две Марии. Одна из них бывшая кто? Одна от тех бывшая. По писанию. Кой? Блудница. Блудница. Еще одно толкование теологи утверждают, что именно она была, именно Мария Магдалена была в прошлом одержима семи духами. В още одно толкование оказывает, че тя същата Мария, която е била държана обсебена от седем духа. И именно Иисус Христос наш Господь освободил ее. И точно нашия Господ Иисус Христос я освободил. Как вы думаете, она была благодарна Господу? Мислите ли, че е била благодарна на Господ? И потом она пошла с другой Марии Клиоповой. И встречает кого по пути? И встречает самого Господа, воскресшего Господа Иисус Христос. И здесь ей Господь сам повелевает им. Пойдите к моим ученикам. И скажите им. Иисус Христос повелевает женщинам. Той казва на жените, сестрам, на сестрите, да благовестват. Проповедуют даже апостолам. Да проповедуют даже на апостолите. Вот что сегодня происходит. Това се случва и днес. Вот у нас уже Оксана проповедовала. Вече Оксана е проповедовала. Уже Дарья проповедовала. И Дарья е проповедовала. Сегодня очередная благовестница. Днес още една благовестница. Первый раз тоже будет с проповедью. За първи път ще проповедва. Как у тебя фамилия сейчас? Давайте поприветствуем. Поприветстваме. Здравствуйте всем. Здравейте на всички. У меня сегодня довольно таки интересная тема. Днес темата ми много интересна. Почему так часто нам тяжело или сложно принимать братья и сестер в церкви? Защо на нас често ни е толкова трудно да приемеме братья и сестри в церквата? Не знаю насколько это актуально. Может у меня только такие проблемы. Не знам колко е актуально. Может само аз имам такива проблеми. Но просто я по себе заметила, что когда ты много начинаешь служить в церкви... Но следи ки по себе си, когато служишь много в церквата... Много проводить там времени. Много прикарваш времето с някого. Возможно начинать идти вперед с другими служителями какой-то поставленной цели. Или может би вървите с други служители към някаква поставена цела заедно. Ето цели еще и нужно вместе поставить. Тази цела трябва и заедно да я поставите. То когато трябва да се движим като едно цяло, тогава возникват някакви проблеми. Иногда начинается разногласия, недопонимания. И тогава се случват недоразбирания. И казалось бы самими близкими нам людьми должны стать наши церковни. И сякаш мислите, че най-близките хора трябва да станат церковните хора. Потому что в Библии даже написано, что это наши братья и сестры в Христе. Защото в Библии пишут, че това са наши братья и сестры в Христос. Но почему-то очень часто мы настолько друг друга не понимаем. Но по някаква причина ни толкова много не се разбираме. Начинаем иногда раздражаться. Започваме да се дразним. Иногда даже доходят до сор. По някога можем и да се скараме. Иногда у нас чуть ли до драк не доходило. По някога и до бой не се истегло на това шега. Не настолько все плохо. И что же нам делать в таких ситуациях? И какво да правим в такива ситуации? Вообще я думаю, что неспроста Господь нас всех собрал в одном месте. Мисля, че не без причина Господь не е собрал в едно место. Я думаю, что в этом есть какой-то Божий замысел. Мисля, че в това има Божия мисъл. Потому что когда мы в миру, мы себе подбираем друзей по интересам. Защото когато сме в света, си избираме приятели по нашите интереси. Мы находим себе компанию, где нам комфортно, приятно. Намериме си компания, где то ни е комфортно, приятно. Но с какими-то общи интересами, одинакове чувства юмора. Общи интереси имаме, еднакво чувство за хумор. И если нам кто-то не нравится, то мы просто можем перестать с ним общаться. Ако някой не ни хареса, можем просто да спрем да се общуваме с него. Но в церкви так не получится. Но в церкви няма как да се получи това. Было бы странно даже, если в церкви бы собрались какие-то идеальные люди с одинаковими интересами. Щеш да е странно в церкви да се съберат хора с еднакви интереси, с еднаковым чувством юмора, и без какихто изъянов и проблем. И без някакви проблеми или недостатъци. И на самом деле это очень сильно нас развивает и улучшает. И всъщност това много ни развива и ни подобрява. Потому что когда мы находимся в среде, где нам уютно и комфортно, защото когато се намираме в средата, където ни е уютно, комфортно, то какво се случва? Мы начинаем закисать. Ние започваме да... Вкисламе. Да вкисламе. И даже в каком случае деградировать. Или в някакъв случай да деградираме. В церкви все наоборот. В церкви всичко е наобратно. При общении с другими людьми я иногда чувствую раздражение. При общовании с някакви хора усещам дразнение. И понимая, что в каких-то моментах мне нужно поработать над собой. И разбирам, че в някои моменты аз трябва да поработя върху себе си. И понимая, что Иисус в этом случае поступил бы или сказал бы что-то вообще другое. Мисля, че Иисус в този случай в този случай щеше да направи или да каже нещо другое. Мы постоянно учимся общаться, работать и взаимодействовать друг с другом, как одно тело. Постоянно се учим, как да взаимодействуем и как да работим заедно, като одно тело. И слава Богу, что Бог дает нам мудрости и любви друг к другу. И слава на Бога, че Той не дава мудрость и любов един к другу. И это на самом деле еще одно свидетельство о том, что Бог реален. И това е още одно свидетельство, че Бог е реален. Потому что без Бога мы просто не выдержали друг друга и разбежались. Поэтому Бог постоянно покрывает все свои любови, работает с нашими сердцами. И через эту работу мы становимся все совершеннее, конечно, если у нас есть желание меняться. И через эту работу ставим все по-добри. Естественно, ако има желание, да се променим. И есть одно... Так, где тут вторая, где три страница? И как раз таки благодаря тому, что у нас разные дары и таланты, и интересы, благодаря этому мы можем двигаться как одно единое целое, как одно тело. Потому что каждый из нас более эффективен в какой-то своей сфере. Защото всеки един от нас е по-ефективен в някаква друга среда. А дьявол уже старается указывать нам именно на наши различия. А дьявола всъщност се опитва да ни покаже наши различия. И мы в нашей голове начинаем думать. Одни шуток не понимают. И ние в нашу главу считаем, но те не разберат шегите ни. Други никогда не здороваются. Другите никогда не се здравистывают. Трети общаются с тобой вообще только когда им что-то нужно. Трети се общуват с теб само когда им треба нечто. Пяти, слишком счастливые. Пяти, те са прекалено счастливие. Эти слишком грустные. Я не знаю, какие у вас еще мысли бывают. Эти слишком громкие, эти слишком тихие. И наша плоть она такая, что ей эти мысли очень нравятся. И мы начинаем дальше развивать их. Копаться еще глубже и усугублять ситуацию. И если мы так делаем, то в какой-то момент мы становимся закрытыми. И обиженными вообще на людей и на церковь целом. И если за этим не бороться, то в церкви в какой-то момент может въцарить дух раздора. И когда я была подростка. С мною именно так и произошло. С мен точно така и стана. Защото исках да взимам пример от някого, естественно. Гледах другите служители, лидери. Естественно, всички сме хора и някои хора са падали, са си тръгвали. Или просто се е оказвала, че не са толкова идеални, колкото си мислих. И, конечно же, спустя какое-то время... Естественно, когато е минуло малко време... У меня просто раз хотелось ходить в церковь. Просто не ми си искаши да ходя в церквата. И когда я переехала в другой город от родителей. И когато се изместих в друг град от родителите ми... То я перестала ходить в церковь. То аз прях да ходя на церквата. И сказала, ой, фух, наконец-то. И си казах, эй, най-накрая. Наконец-то я от них всех отдохну. Най-накрая ще си почина от тях. Но на самом деле я просто устала от свое внутреннее вот это состояние, приходя в церковь. Но наистина аз просто съм била изморена от вътрешното си состояние. И, конечно же, как вы знаете без Бога, со временем все стало намного, намного хуже. Нали знаете както е без Бог? Всичко е станало много, много по-зле. И моя жизнь просто начала во всех сферах рушиться. И моя живот започна да се руши. И дьявол именно так действует, но сначала се ет лож. И дьявола така и действует, а той първо посява лъжа. И если мы в нее верим, принимаем. И ако я вярваме в нея, ако я приемаме. То через это приходит очень большое разрушение в нашу жизнь. То через това идва едно разрушение в нашия живот. Поэтому очень важно находиться в правильном состоянии, в Божьем присутствии. Затова е много важно да се намираме в правилното состояние, в Божьето присутствие. И, конечно, когда мы это делаем, то Бог нас напълняет своей любовью. И, естественно, ако го правим, Бог не напълнява со своята любовь. И дает нам сил принимать друг друга. И не дава силе да приемаме един друг. Мы начинаем видеть других людей глазами Бога. Започваме да виждаме другите хора с учите на Бог. И Господь призывает нас именно к этому, быть едиными, быть одним телом. И Господь, ком това и не призувава, да понеме одно тело, одно тело. Принимай друг друга такими, какие мы есть. Да приемаме един друг, такива, каквито сме. И Бог также через Библию говорит нам всегда наблюдать в первую очередь за своим сердцем. И Бог точно через Библию не казва перво да гледаме нашето сердце. Всем известно место из Писания от Луки 6, 41-42. Известното место от Писания, Лука 6, глава 41-42 стих. На проектора може да се гледа на български. И через тази работа точно Бог ще воздига своята церква. И именно благодаря этой работе внутри каждого из нас. И благодарение на тази работа вътре във всеки един от нас. Богу будет намного легче совершать свои чудеса через церковь на этой земле. На Бога ще му е полезно да върши чудесата через церквата на тази земя. Вести ее и разширять свое небесное царство. Да я води и да свърши ваше чудеса. Потому что если в церкви люди не могут научиться любить друг друга. То, что говорите неверующих и вообще как нам идти дальше и евангелизировать. То, какво да казваме за неверващите или как да вървим да евангелизираме нататък. И да показваме пример на другите. И на каждом из нас очень большая ответственность. Върху всеки един от нас е голяма отговорност. Потому что Бог нам дал друг друга. Защото Бог ни е дал един друг. И через это прославится Его святое имя. А, извините, я просто скачала срочку. Бог хочет, чтобы мы научились любить друг друга. Бог иска да се научим да обичем един друг. И через это прославится Его святое имя. Через то, что ваше се прославим некото имя. Аминь! И одно из моих любимых мест. И одно от най-любимите ми места. От Йоанна 13, 34 и 35. Йоанн 13, глава 34 стих до 35 стих. Заповедь новую даю вам. Далюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потом узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Также очень важно прислушиваться и быть в послушании у пасторов. Защо такае много важно да слушаем и да будем в послушании то кампас тури тени? Так как именно эти люди в ответе за вас перед Богом. Той, като тези хора са отговорни пред Бога за вас. Им как лидерам виднее, куда мы движемся, как себя ведем в служении, как себя ведем в общении с другими людьми. На тях, като лидери, им е по-видно, на къде се движим, как се държим в служението с другите хора. Именно они молятся за нас и, возможно, получают какие-то ответы от Бога. Точно те се молят за нас и сигурно получават и някакви отговори от Бога. И с этой более глобальной позиции им виднее. И от тази по-висока позиция им е по-видно. Что нам, возможно, нужно скорректировать? Какое, возможно, не необходимо докорректировать? Чтобы быть более совершенными и более эффективными. Чтобы быть более совершенными и более эффективными. В Римлянам 13.1.2 В Римляне 13 глава от 1 до 2 стих очень ясно говорится, что Бог поместил пасторов и лидеров на руководящие позиции чтобы направлять, помогать и защищать нас. Давайте прочитаем. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьей установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Поэтому пастора — это как руки Божьи, которые Бог использует и будет использовать для того, чтобы направлять нас в нашу жизнь. За то, пока мы подчиняемся лидерам и пасторам, за то, как мы подчиняемся на наши лидеры и пастори, и слушаем Бог, мы оставим под их защитой. Ние оставим под Неговата защита. Так же Евреям 13.17. И също така Еврея 13 глава 17 стих. Написано. Повинуйте с наставникам вашим и будьте покорны, ибо они не осыпно пекутся от душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Если мы принимаем решение подчиняться своим лидерам, тогда Бог обещает нам их защиту и свою защиту. Ако приемлеме решение, да се подчиняваме на наштий лидере, Бог не дава тяхнута защита и свода защита. Поэтому, братья и сестры, давайте будем чувствительны к Духу Святому. Затова, братья и сестри, да бъдем чувствительни към Святия Дух. Будем всегда бодрствовать и находиться под Божиим руководством. Винаги да бодрстваме и да се намираме под Божието водителство. Поклонение и молитва. Учиться друг у друга может быть тому, чего нам не хватает. И да се учим, может быть, на нещо един у друг, което на нас не липсва. Учиться радоваться друг за друга. Да се учим, да се радваме един за друг. Подбадривать. Да поддържаме. Знать нужды друг друга. Да знаем нужды те един на друг. И молиться за них. И да се молим за тях. Давайте чаще замечать, что лично мне не достает. По-често да намираме това, което на нас не липсва. Что лично мне Бог хочет сказать. Какво лично на мен Бог иска да ми каже. И работать и развивать свои дары. Да работим, да развиваме своите дарове. Таланты в послушание у Бога и пасторов. Таланты в послушанието на Бог и пасторите. И тогда мы сможем полноценно функционировать как одно тело Христа. И тогава, что можем полноценно да функционируеме като телото на Христос. И самое главное. И най-важно то, что нашим личным примером в первую очередь должен быть Иисус Христос. И най-важно то, наше лично пример да бъде Иисус Христос. Амин. Спасибо всем за внимание. Благодаря на всичките за вниманието. Я закончила. Прекрасно слово. Слава Богу. Прекрасно слово. Слава на Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова